В Ставрополе сохранилось немало удивительных зданий, многие из которых с точки зрения архитектуры являются уникальными. Как, например, вот это здание, некогда принадлежавшее адвокату Панову. Оно было построено по проекту известного ставропольского архитектора-модерниста Адриана Булыгина. Адриан Булыгин родился в Ставрополе в простой купеческой семье. Когда вырос, поехал в Москву на учебу. Там он получил диплом архитектора и тут же вернулся в родной город. Начал строить вот такие особняки, поражавшие своей возвышенностью, своей легкостью и своим величием местных жителей. Еще одним выдающимся проектом Адриана Булыгина, несомненно, стало здание первого государственного банка в Ставрополе на улице Госпитальной. Сейчас это улица Ленина, но банк по-прежнему остался в этом здании. Но любимым детичем Адриана Булыгина, несомненно, была аптека, строительство которой ему заказал в 1907 году провизор Израиль Писахович, выпускник Варшавского императорского университета. В начале 20 века он решил обосноваться в Ставрополе и захотел построить здесь аптеку. Как вы уже поняли, речь идет об аптеке Байгера. Когда ее строительство было завершено, в Ставрополь приезжала делегация французов. Среди них были и архитекторы. Увидев это здание, они не поверили, что оно сработано местным ставропольским архитектором. Они решили познакомиться с Булыгиным, познакомились с ним и попросили у него проект этого здания. Зачем? Чтобы построить копию этой аптеки у себя в Париже. И они ее построили. В те годы аптека выглядела совершенно иначе. Во-первых, вместо простых стекол здесь были корабельные, с зеркальным отражением. Фасад здания был украшен уникальной плиткой с израстцами. Все это было очень важно, поскольку в стиле модерн важны не только размеры и их пропорции, но и сам материал, сама фактура, из которого эта архитектура создавалась. Кстати, в Париже точная копия этого здания сохранилась гораздо лучше. И сегодня можно увидеть, как выглядело это здание в Ставрополе в те годы. После Израиля Пейсаховича этим зданием владел ставропольский купец Венецианов. Кстати, родной брат знаменитого, известного русского художника Алексея Венецианова, который тоже бывал в Ставрополе. Но с этим зданием была связана удивительная история именно в те годы, когда им владел Венецианов. Когда началась Первая мировая война, в Ставрополь из Тифлиса перевезли музей храма русской славы. Это были ордена, награды, оружие высших руководителей нашей российской армии. Это было оружие, инкрустированное золотом, серебром, украшенное сапфирами, изумрудами, рубинами. Цены этой коллекции не было. Все эти сокровища, упакованные в 200 огромных деревянных ящиков, долгие годы хранились в подвалах именно этого дома в полной сохранности. Когда к власти пришли большевики, они продали эту коллекцию, а деньги потратили на то, чтобы закупить оружие для нуждающейся в нем Красной армии. Мы стоим на перекрестке улиц Карла Маркса и Кастахи Тагурова. Когда-то на этом месте находилась усадьба Булыгиных, и на ней стоял дом, где родился архитектор Адриан Булыгин. В 20-е годы, когда большевики пришли к власти, Булыгиных из этого дома выгнали. Адриан эмигрировал в Америку в 1920 году, и там он не пропал, напротив, прославился тем, что стал одним из первых строителей американских небоскребов. Будь моя воля, я бы где-то на этом месте поставил памятник Адриану Булыгину. В конце концов, это был очень красивый и талантливый человек, а его имя вошло в историю мировой архитектуры.